Германия и Кыргызстан начали еще более тесное сотрудничество. Так, на бизнес-форуме в Мюнхене предприниматели Кыргызстана и Германии подписали соглашение на сумму более 1 млрд евро. Напомним, президент Сурунбай Джейнбеков 15-16 апреля текущего года посетил с официальным визитом Германию. Какие договоры были достигнуты в рамках визита главы государства и какую выгоду они принесут стране, расскажет Айзаада Урунбаева. Здравствуйте. В рамках официального визита в Германию президент Сурунбай Джейнбеков встретился с президентом ФРГ Франком Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель и главой Бундестага Вольфгангом Шойбле. Перед встречами на высоком уровне Джейнбеков посетил кыргызско-германский бизнес-форум и призвал немецких предпринимателей инвестировать в проекты в Кыргызстане. Они охватили все сферы двустороннего взаимодействия и прошли в духе взаимного доверия и понимания. Вчера в городе Мюнхен состоялись мои встречи с руководством Баварии. Я выступил в фонде имени Ханса Зайделя, подробно рассказал о развитии Кыргызстана. Мы провели кыргызско-германский бизнес-форум с участием представителей бизнес-среды двух стран. Установлены контакты, направленные на активизацию экономических отношений. Подписано более 10 документов между правительствами и ведомствами двух стран. Ряд договоров и меморандумов между нашими бизнесменами, общая сумма которых составляет более 1 миллиарда евро. Кроме того, президент отметил перспективные направления сотрудничества между Кыргызстаном и Германией. Таким образом, по итогам кыргызско-германского бизнес-форума были подписаны 16 документов на общую сумму 1 миллиард 97 миллионов 450 тысяч евро в сфере энергетики, переработки, легкой аграрной промышленности, образования, туризма и химической промышленности, сообщили в агентстве по продвижению и защите инвестиций Кыргызстана. В том числе, по линии агентства подписано 5 соглашений о сотрудничестве в сфере развития энергетики, строительства малых ГЭС, переработки отходов, туризма и сельского хозяйства. В целом, из подписанных 16 соглашений имеются Семь документов в части инвестиционного сотрудничества на сумму 1 миллиард 79 миллионов 450 тысяч евро. Два торговых контракта на сумму 18 миллионов евро. В части инвестиционного сотрудничества было подписано Два документа в сфере энергетики на сумму 949 миллионов 600 тысяч евро. Два документа в сфере промышленности на сумму 58 миллионов 850 тысяч евро. Два документа в сфере агропромышленного комплекса на сумму 50 с половиной миллионов евро. Один документ в сфере финансового сотрудничества на сумму 21 миллион евро. Намерение о сотрудничестве было подписано. Одно соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Три соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере образования между вузами двух стран. Три соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере туризма. Один документ в части дипломатического сотрудничества. В части торговли были подписаны. Один контракт на поставку сливы и орехов на сумму 500 тысяч евро. Один контракт по закупу предельного оборудования на сумму 17,5 миллионов евро. Кроме того, во время визита стало известно, что в этом году ожидается принятие новой стратегии Европейского Союза по Центральной Азии. Планируется заключение нового соглашения о расширенном партнерстве Кыргызстана с Евросоюзом. Визит президента Сорумбая Джимбековой в Германию эксперты расценивают как наращивание стратегического партнерства между странами. Если мы посмотрим весь комплекс документов, мы увидим, что этот визит президента Сорумбая Джимбековой в Германию был больше экономическим, потому что Кыргызстан и Германия связывают давние, долгие, крепкие, а самое главное плодотворные гуманитарные связи. За последние 25 лет более 300 миллионов евро было оказано помощью со стороны Республики Германия. Наша Республика – это помощь значимая, она ощутимая. И многие проекты в сфере экономики, безопасности, демократии, подтверждения прав человека и, самое главное, инвестиции – это со стороны Германии, конечно же. Политолог также отметил, что в прошлом году товарооборот Кыргызстана и Германии вырос, но он существенно меньше показателей 5-6-летней давности. В 2013 году объем взаимной торговли составил 244 миллиона долларов. Денис Бердаков также остановился на самой главной отрасли среди подписанных документов. Но по итогам тех переговоров в соглашении были достигнуты важные договоренности. Первое – почти миллиард евро Германия инвестирует в энергетику Кыргызстана, потому что все мы понимаем, энергетика – это один из приоритетных наших направлений, куда можно инвестировать, это потенциально интересно, и это экспортный товар, потому что в Кыргызстане очень низкие цены на электроэнергию, внутри страны этот проект не окупаем, но если мы говорим о подаже электроэнергии в Афганистан, Индию, Китай, в другие страны, это, соответственно, очень интересно. И такой объем инвестиций в один миллиард евро позволяет говорить о целом ряде серьезных проектов. Эксперт добавил, что такое позитивное событие в лице сотрудничества с Германией, которое по экономическому потенциалу является самой сильной страной в Европе и по своему огромным рынком, станет толчком для улучшения статуса и имиджа Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе.